ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Дел, до которого вы можете толкать американское население, после которого оно начнет мягко и вежливо давать отпор при помощи инструментов демократии. Уже невозможно отрицать, что эта страна находится в состоянии типа политической перестройки, и люди, управляющие страной, не предвидели этого. Этому множество примеров, как очевидных, так и не столь очевидных. Начнем с последних. В Техасе недавно республиканцы развернули преимущественно испанский округ, тот самый, который отдал преимущество Байдену в 14 пунктов год назад. 14 пунктов. Естественно, из-за того, что испанские округа голосуют за демократов, потому что испаноговорящие демократы, правильно? Что ж, республиканец в этом округе Джон Люхан победил. И победил он, говоря о той единственной вещи, о которой не позволено говорить в преимущественно испанских округах. Об охране границы. У стран есть границы, и оказалось, что это понимают все, вне зависимости от света. Тем временем, в месте, которое внешне очень отличается от южных частей Техаса, в Миннеаполисе, настоящие колыбели озабоченного белого либерализма, в месте, где распуск полиции впервые прозвучал как неплохая идея, в Миннеаполисе избиратели в большинстве своем отвергли меры по распуску своей собственной полиции и избавлению от департамента полиции. И до них дошло. А потом, в штате Нью-Джерси, водитель грузовика, который потратил всего 150 долларов на свою компанию, в настоящий момент побеждает несменяемого президента Сената штат Нью-Джерси. И это не оголтелый популизм предположить, что он справится лучше, вообще-то. Но самое главное, что партия, которая призывала к увольнению водителей грузовиков, проиграла водителям грузовиков. Если это непрекрасно, то тогда непонятно, что вообще прекрасно. А тем временем губернатор штата, самопровозглашенный король Нью-Джерси, финансовый бандит Фил Мёрфи, собирался, конечно же, выиграть гонку с большим отрывом. Это же Нью-Джерси. Это штат машин. Джо Байден победил с отрывом в 16 пунктов в прошлом году. Но происходит даже близко не это. Вместо этого Фил Мёрфи едва ли дотянет даже до финишной прямой. Это еще даже неопределенно. Но на данный момент Мёрфи оторвался менее чем на 1%. Посчитает ли он это поддержкой своей политики? Молодец, Фил Мёрфи, победивший с менее чем 1%. Вероятно, да. Вот насколько эти люди сбиты с толку. Но вот заголовок в Содружестве Вирджиния, о котором вы, конечно же, слышали. Это Гленн Янкин. Человек, о котором вы даже не знали год назад. 10 месяцев назад об имени Гленн Янкин слышали 2%. Если вы не жили по соседству с Гленном Янкином, то никогда и не знали о нем. Он выдвинулся против бывшего губернатора Вирджинии, который был губернатором всего 4 года назад. Один из самых знаменитых людей в демократической партии в течение 30 лет. Лучший друг Билла Клинтона Терри Маккальфи. И он обошел его. Как он вообще это сделал? Ну, разными путями, и мы поговорим об этом позже. Но вот один интересный кусочек демографического пирога. Fox News обнаружила, что испаноязычные проголосовали за Глена Янкина с отрывом в 9 пунктов. Что ж, это странно, так как вся кампания против Глена Янкина была основана на том, что он расист. Выяснилось, что нормальные люди не верят этому, и их тошнит уже слышать это. В своей победной речи заместитель губернатора Вирджинии, женщина, которая выдвигалась с Гленом Янкиным, ее зовут Винсом Серс, указала на это. И это ключевой момент. И очевидно, что большинство американцев согласны с этим. Что это не расистская страна. Хватит говорить нам, что это так. Хватит учить нас, как нам лучше жить. Вот она. Есть те, кто хочет расколоть нас, и мы не должны позволить этому случиться. Они хотят, чтобы мы поверили, что мы вернулись в 1963-й, откуда родом мой отец. Мы можем жить, где пожелаем. Можем есть, где пожелаем. У нас теперь есть водные фонтанчики. У нас был избран черный президент. Не единожды, а дважды. И вот она я, живое этому доказательство. Вот именно. Хорошо подано и показано. Хватит пропагандистская машина демократов. NBC News. Атлантика. Белый дом. Хватит врать и ковыряться в прошлом. Хватит разделять нас по внешности. Вот суть послания от избирателей Вирджинии той ночью. Вопрос в том, сможет ли Вашингтон его расшифровать. И, к сожалению, шансы невелики. Помните, как в последнюю ночь этой ожесточенной кампании Терри Маккалифи, который знает, как быть политиком, привел некую Рэнди Вингартен, чтобы она выступила вместо него? Да, Рэнди Вингартен. Эту прохвостку из профсоюза учителей из Нью-Йорка, которая, очевидно, никак не заинтересована, не связана с избирателями из Вирджинии. И о чем же это говорит? Что ж, посыл ясен. Нам вообще нет до вас дела. Вы никак на это не влияете. Это закрытая тусовка. И, конечно же, они это имеют в виду, они так и считают. Они думают, что так они и победят через коалиции, и вы не часть этого. Это во всем. Вот вам дряхлый президент и вице-президент, который никому не нравится. Мирись с этим, Америка. В случае с Вирджинией, всего шесть недель назад, колумнист из Вашингтон-Пост с низким IQ по имени Дженнифер Рубин уверяла нас, что поддержка от того, кто был функционером в офисе Дейла Койла в 80-х, все изменит для Терри Маккалифи. Цитата. «Поддержка Билла Кристалла имеет значение», даже писала Рубин в Твиттере. «Уж поверьте мне». Трудно поверить, что это на самом деле. Но это именно так. И именно поэтому они проиграли ту ночью. Раз, два, три.